Традиционно в преддверии Дня Города в столице Чувашии чествует почетных граждан. Напомню, в этом году высокого звания удостоились сразу два человека. Геннадий Федоров, главный федеральный инспектор по Чувашии и Ираида Палпинникова, долгое время возглавлявшие столичный лице номер 3. На торжественной церемонии побывала и наш корреспондент Дарья Паскарюк. Первым нагрудный знак и удостоверение почетного гражданина Чубаксар получил Геннадий Федоров, главный федеральный инспектор по Чувашии. Уже к имеющимся наградам, медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, почетной грамоте и благодарственному письму президента России добавилась еще одна, не менее ценная. Прежде всего, разрешите выразить искреннюю благодарность горожанам, чубаксарцам, за оценку моей деятельности, направленной на развитие столицы Чувашской республики и во благо ее жителей. Высокое звание обязывает и впредь усердно трудиться во имя процветания любимого города. Вторым обладателем почетного звания стала Ираида Палбенникова, первый директор столичного лицея номер 3. Именно под ее руководством в 2017 году учебное заведение вошло в топ-200 лучших по стране. Очень благодарна за такую высокую награду и считаю, что эта награда не только означает признание моего труда, но и труда коллектива лицея, труда родителей учащихся, потому что родители, они всегда, вот всегда поддерживали все наши начинания. Напомню, первым почетным гражданином Чубаксар стал летчик-космонавт Адриян Николаев в 1983 году. Сегодня в почетном списке 40 фамилий достойных людей. Вместе мы реализуем сложные задачи, работаем с населением. В этих сложнейших условиях мы продолжаем развивать и застраивать наш город. Самое главное не останавливаться над достигнутым, идти дальше, потому что, как говорится, нет предела совершенству. И любое достижение только открывает новые возможности. Обладатели высшего почетного звания столицы могут вносить свои предложения по благоустройству Чубаксар. Приходить на заседания народных избранников и живо обсуждать с ними, как сделать город лучше и краше. Кроме этого, почетные граждане смогут рассчитывать на ежемесячные выплаты из городской казны в 3000 рублей. Также проезд в столичном общественном транспорте для них абсолютно бесплатный. Дарья Паскарюк, Виктор Степанов, Вести, Чувашия.